Получается у вас уникальная память? Ну, не только у меня, наверное, много шашистов, но я считаю, что я обладаю очень сильной памятью и очень сильным расчетом, дальним расчетом. После партии порой показываю очень крутые варианты. Существует такой стереотип, что девушки любят спортсменов каких? Физически развитых, а умственно развитых, да? Говорят, что якобы они зануды. Если человек занимается интеллектуальным видом спорта, это не означает, что он не занимается физически. Какую пользу шашки несут обществу, на ваш взгляд? Я считаю, что это развитие, это интеллектуальное развитие. Это, думаю, очень сильно помогает жизни, мыслить, думать наперед, в чем, в принципе, это, думаю, очень большой плюс. Вы учились хорошо в школе? Ну, вот как раз-то, наверное, первые три класса я хорошо учился. Когда занялся уже вплотную шашками, начались турниры. Естественно, учеба отошла на второй план. И стало понятное дело, что надо было выбирать, совмещать. Тут мы играли по 20-25 турниров в год. Буквально там мог приехать на неделю и опять уехать на турниры. Ну, в принципе, доволен тем, что шашки дали путь в жизнь. Это моя профессия. Когда вы начали ездить на соревнования? Я начал заниматься с 9 лет. И первый раз, наверное, буквально через несколько месяцев после того, как начал заниматься, мы уже поехали на первый республиканский турнир в Симферополь. Конечно, поначалу не так хорошо все давалось, но вот уже буквально через полтора года пошел очень сильный прогресс. И из такого, можно сказать, игрока-дилетанта я стал обыгрывать всех не только в Евпатории, но и в Крыму в будущем и в Украине. Одноклассники наверное завидовали вам, мне так кажется. Ну, в принципе, да. Потому что даже вот в последнем, в 11-м классе все готовились к экзаменам, а меня освободили в связи с тем, что проходил всеукраинский турнир командный. где играли все команды всех регионов Украины. И буквально за полгода я уже знал, что экзамены не буду сдавать. Я уже готовился к этому турниру, в котором, в принципе, мы довольно-таки... Республика Крым хорошо выступила, заняли шестое место из 24 команд. Это был тогда действительно прорыв, очень хороший результат. Что самое главное? Самостоятельная работа, работа с тренером, либо сильный соперник? Ну, вот я могу сказать, что, в принципе, все очень важно. Но когда ты выходишь на уровень самый высокий, где надо индивидуальное мастерство, то есть тут уже может тренер играть, там, роль менеджера у тебя. А, в принципе, самое важное, это вот заниматься надо с программами, с компьютерными. Ну, раньше этого не было, раньше все это в руках, в голове держали. А сейчас с появлением компьютерных программ, конечно, стало легче. Первый тренер был Валентин Васильевич Поздняк, который, в принципе, дал такой толчок к этому виду спорта, который вот в будущем я стал чемпионом мира и горжусь этим, горжусь своим тренером, который действительно нас возил на все эти мероприятия. Если бы мы не ездили, играли вот в регионе, то, я думаю, этих бы успехов не было. Есть спортсмены, которые в течение жизни меняют тренера, да, сначала был один тренер, потом другой. Это вообще возможно? И этично ли заниматься, допустим, сразу с несколькими наставниками? Ну, в принципе, такие варианты наблюдаются, и это очень часто. Вот моим вторым тренером был Виталий Макарыч, который действительно сделал очень много. Благодаря ему я и развил вот это все. Первый тренер, конечно, дал большой толчок, но с приходом второго тренера действительно все стало еще на один или даже на несколько уровней выше, потому что я ездил уже на более важные соревнования. Это были чемпионаты мира, чемпионаты Европы, это, соответственно, дальние страны, соответственно, другое финансирование, и там приходилось изыскивать, в чем он мне помог, и в чем его очень большая заслуга не только как тренера, и как организатора всех этих мероприятий. Тут в мужских турнирах это крайне сложно. То есть, чтобы женщины выигрывали у мужчин, это бывает очень крайне редко. Ну, вообще, женщины, как правило, играют в турнирах женских, проводятся так же само параллельно турниры и среди женщин. Все те же самые, как и чемпионаты России, чемпионаты мира, Европы. Но иногда встречаются женщины в мужских турнирах, играют. И бывает, вот сейчас, допустим, чемпионаты Кубки мира, они проводятся совместно. Просто зачет идет отдельный, и мужской, и женский. Но женщинам довольно-таки хорошо удается играть с мужчинами, то есть, ну, как минимум не проигрывать, и там даже иногда у сильных выигрывать. Но не получается занимать призовых мест среди мужчин. У себя, конечно, у них там отдельный зачет, но среди мужчин, если вот брать, то есть, там, 10-е, 12-е место, это как бы лучший результат. Воспитанники, они уже показывают какие-то успехи? Да, у меня вот один из моих учеников, Дмитрий Гусаров, ныне представляет УФУ. И ему в свои 17 лет уже удалось выиграть очень много престижных турниров. В 2016 году ему сразу два крупных турнира покорились. Чемпионат Европы среди юношей и чемпионат мира он выиграл среди юношей. Плюс параллельно играл очень хорошо в Кубках мира. Среди взрослых уже показываю неплохие результаты. Хотя он занимает, он начал шашками заниматься довольно поздно. В 12 лет он начал вообще заниматься шашками. С 14 лет я с ним занимаюсь. И вот буквально за три года занятия со мной, за два года можно даже сказать, когда он в 16 лет выиграл вот эти два крупных турнира. То есть когда ребята хотят заниматься и хотят показывать высокие результаты, то я думаю, что все у них получится. Главное идти к своей цели и работать над шашками, работать над спортом. Но сейчас он учится в 11 классе, поэтому немножко решил сбавить обороты, готовиться к государственным экзаменам и к поступлению. Но думаю, позже вернется и будет показывать уже большие успехи на взрослых турнирах. Сейчас те ребята, которые уже получили образование, но стремятся к каким-то успехам спортивным и занимаются шашками, могут ли они достойно жить? Скажем так, приносят ли это деньги? Ну, могу сказать, что шашки это не такой богатый вид спорта, как шахматы, вот если даже в этом сравнивать. Но, в принципе, десятка лучших спортсменов живет именно за счет шашек. Ну, а если ты не показываешь результаты, то для тебя это уже как хобби. Вот расскажу про эту медаль. Это Intel Olimpiada, которая проходила в Пекине в 2008 году сразу же после Олимпиады, на которой мне удалось занять третье место. Матчи за третье место я обыграл Николая Стручкова. Мы с ним соперничаем, начиная там от турнира самых детей, потом кадеты, юноши и так далее. И вот в этом турнире я ему проиграл матч в 2005 году в октябре был чемпионат мира. За звание чемпиона мира я проиграл ему матч тогда. И вот в таком важном турнире я отыгрался. Считаю это очень важной победой. А где лидерство было? Где первые места? Лидерство у меня было в 2009 году. Я выиграл в Челябинске чемпионат мира в двух программах – классической и в Блице. И в 2011 был хороший чемпионат мира в Санкт-Петербурге, в котором я занял первое место в классической программе. Поделил первое и второе место и по коэффициенту занял второе место в Блице и так же самое в Быстрых. То есть я считаю это очень высокое достижение, так как три медали на чемпионате мира очень редко встречаются. В 2015 году, уже выступая за сборную России в Санкт-Петербурге на чемпионате мира, мне удалось забрать целый багаж медалей. Первое, второе и третье место. Целый комплект. Я думаю, что вы всех резидентов там просто удивили. Да, при том все началось с третьего места. Сначала Блиц прошел третье место, потом Быстрое и второе место. И потом мне кто-то написал, он говорит, ну надо первое занимать. Получилось таки. Как знал, да, первое место удалось занять и с хорошим результатом закончил. Это был конец года, закончил год такой на приятной ноте. Самые длительные соревнования по времени помните? Они по времени проходят порядка девяти дней. Играются девять туров, каждый день один тур. А вот если взять самые длительные партии, то партии, где-то одна вот партия в стоклеточной шашке, я помню, играл порядка шести часов. То есть очень такая тяжелая напряженная партия была, где пришлось считать. Профессионалы очень хорошо считают позиции. То есть там могут считать десять-пятнадцать вариантов на десять-пятнадцать ходов. Притом надо, посчитав один, второй, третий вариант, не забыть потом то, что ты считал. То есть это все надо держать в голове. Это крайне нелегко. То есть ты просто можешь отключиться, несмотря на доску, начинать это просчитывать в голове. Способность запоминать вам как-то помогает в жизни? В принципе, да. И мыслить, и запоминать, и как-то вот действовать в каких-то определенных ситуациях. То есть шашки я вот считаю, что дали очень много мне. Существует такой стереотип, что девушки любят спортсменов каких? Физически развитых, а умственно развитых, да, говорят, что якобы они зануды. Если человек занимается интеллектуальным видом спорта, это не означает, что он не занимается физическим. Без спорта, проводя такие длительные партии, только как бы физические какие-то нагрузки, спорт разбавляет это, потому что очень тяжело сидеть за доской столько времени, после этого как бы уже и ничего не хочется. Но надо работать над собой постоянно. Я и в футбол играю, и в настольный, и в большой теннис. То есть постоянные тренировки. Для вас шашки это работа скорее, а для кого-то это увлечение и отдых. А ваш отдых, как он протекает? Ну я, как и все, отдыхаю. Сейчас шашечные турниры, они не так часто проходят, как раньше. Поэтому есть время на отдых. Время на отдых. Есть чем заняться, да. Время на отдых есть, на личную жизнь есть. Время. И на личную жизнь есть, да. Все успеваем. Вас поддерживает семья? Да, все поддерживают меня. И помогают. И моя команда помогает. Все переживают, болеют. Поэтому, наверное, эта поддержка и дает о себе знать. Хорошие результаты на протяжении стольких лет. Просто так не получились бы. Как вашу деятельность вы видите через пять лет? Пока я не собираюсь заканчивать. Буду играть. Я сейчас чувствую себя очень превосходно. Показываю действительно очень хороший уровень. Этот уровень на протяжении уже 16 лет. Первые мои успехи во взрослых шашках зародились в 2003 году, когда я стал чемпионом мира. И вот с этого года, и вот с 2003 года по нынешний год у меня довольно-таки приличные результаты. У меня, наверное, не было ни одного года, где я не стал бы призером или чемпионом мира. Поэтому чувствую себя хорошо, готовлюсь и, думаю, в ближайшие пять лет еще буду на высоте.